Еще трое человек задержаны по делу незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. Таким образом, число фигурантов уже достигло шести человек. Имена задержанных официально не сообщают, но по некоторым данным, это начальник центральной больницы колонии номер 47 Фархата Тахаджаев, арестован на два месяца, бывший начальник медицинского управления ГСИИН Акулбек Асанов и врач Минздрава Канад Бектемиров. Они находятся под домашним арестом. Известно, что к расследованию дела о незаконном освобождении Батукаева привлекаются также бывший директор Центра гематологии Абдухалим Раимчанов, его заместитель по науке Эмиль Макимбетов, бывший лаборант Центра гематологии Ирина Цопова. В числе прочих, кто так или иначе имеет отношение к тому, что вор в законе Азиз Батукаев шесть лет назад не просто оказался на свободе, а в сопровождении силовиков прибыл в аэропорт Манас, откуда на частном самолете вылетел в Чечню. Еще множество высокопоставленных личностей, говорят правоохранители. Одни проходят в качестве свидетелей, другие, как возможные соучастники операции по освобождению. Однако, пока ведется следствие, их имена правоохранители озвучивать не спешат. На сегодня есть задержания, есть подозреваемые лица, среди них есть медики, среди них есть чиновники, среди них есть разного рода профессии. Но в интересах следствия пока не можем озвучивать, сколько человек мы подозреваем, сколько из них задержан. Но на сегодня в этом плане идет наступательное расследование. Сегодня трое арестованы, а еще двое находятся под подпиской, они выездят в домашних условиях, содержатся, и они сотрудничают со следствием. У нас есть еще люди, которые мы должны допросить, доказать причастность именно к данным инцидентам. Напомним, смертельный диагноз Батукаева консилиум докторов поставил еще в 2013 году. Тогда отечественные медики заключили, у него острый лейкоз к крови и предрекли жить не более двух недель. Однако спустя шесть лет известный вор в законе не только благополучно проживает на территории России, но и по некоторым данным продолжает активную криминальную деятельность. В то время как в стране на допросы к силовикам вызывают некоторых бывших в ту пору чиновников. В их числе экс-министр здравоохранения Динара Сагенбаева. Я никаких комментариев давать не могу, потому что идет следствие. Для того, чтобы найти виновных и установить причину освобождения вора в законе, создавалась даже специальная комиссия. Депутаты парламента выступали с требованием наказать виновных, коим относили и отдельных членов правительства, и генерального прокурора, и омбудсмена того периода. И сегодня они говорят об этом же. Я не думаю, что одни медики виноваты. Там целая сепочка. Большинство, много службы, и прокуратура, и медики, и ГСИ, и ГРС, и работники, которые там, вплоть до аэропорта. Все синхронно. Ему паспорт привезли, там врачи экстренно заключение делают, прокуратура, не задумываясь, дают свое заключение, суд выносит решение. Ну, все настолько сдирижировано, значит, тут есть целая организация. Надо найти всех, всех, кто участвовал. Между тем, по данным правоохранительных органов, уже скоро на допрос повестку получат еще несколько высокопоставленных чиновников. Сабина Дамаскина, Урматман Виталиев, НТС.